В аэропорту Домодедова смена руководства. Новым директором воздушного комплекса назначен Игорь Борисов, до сих пор возглавлявший пассажирскую службу, а Вячеслав Некрасов, еще накануне руководивший воздушной гаванью, понижен в должности. Теперь он заместитель исполнительного директора. Напомню, работой Некрасова на этой неделе был очень недоволен министр транспорта Левитин. По словам чиновника, причиной неработоспособности авиаузла стала простая растерянность менеджеров в трудной ситуации. Аэропорт оказался обесточен, а тысячи людей продолжали приезжать в и без того переполненные залы вылета. Что касается авиационного паралича, то его симптомы уже почти сошли на нет. В четверг аэропорты работали в штатном режиме. Домодедово за сутки обслужил почти 400 рейсов. Шереметьево в четверг принял и отправил 157. Все согласно расписанию. В Росавиации констатировали, все авиагавани города работают без сбоев. А за океаном, где тоже столкнулись с немалыми проблемами в аэропортах, ситуация до сих пор остается неспокойной. Пассажиры клянут в своих бедах и непогоду, и сотрудников авиакомпании. Так в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди словесная перепалка между представителями Каттер Эрвейс и пассажирами чуть не закончилась массовой дракой. Около сотни человек, которых компания уже который день не может отправить домой, пошли на приступ стойки регистрации. Пришлось вмешаться дополнительным силам охраны. Надо сказать, что в среду аэропорт Кеннеди практически полностью вернулся к нормальной работе после снежной бури. Практически, потому что несколько десятков рейсов задерживаются до сих пор. Пассажиры одной из авиакомпаний провели в салоне самолета, стоявшего у терминала около 11 часов. При этом на борт не пускали врачей. А несколько сот человек, возвращавшихся из аэропорта, застряли в электричке. Поезд встал на эстакаде 6 часов, не мог двигаться из-за обрыва проводов электроснабжения.